Всем привет, меня зовут Вова, а вы смотрите новое видео на канале Инсен Студия. Сегодня речь пойдет о пятом айфоне, я при вас его распакую, расскажу о его характеристиках, о плюсах и минусах в 2014 году. Также покажу вам аксессуары на этот телефон, а также проверю его производительность в приложении Antutu Benchmark. Сравню его с iPad 4 и расскажу какой из этих девайсов лучше в 2014 году. Итак, начнем с первого, а именно с распаковки iPhone 5. Поехали! Итак, мы видим вот сим-карты МТС и мой пятый айфон, так начинаем. Ну что ж, сим-карта нам в ближайшее время не понадобится, поэтому уложим ее в сторону и смотрим. Итак, на коробке. На лисовой стороне мы видим айфон развернутый, а по бокам яблоко, то есть логотип Apple и надпись iPhone 5. На задней стороне коробки мы можем увидеть больше информации, а именно, сейчас фокус найду, то что айфон, черный, модель, все сертификаты, разное описание, все что есть в коробке, в общем, характеристики, ну и все. Итак, давайте откроем коробку. Кстати, открываться она не так-то просто, но я уже привык, так как это у меня не первая продукция Apple, которая у меня есть, а ее у меня много, так что просто надо потянуть, и она сама откроется. Итак, к самой коробке мы видим какой-то штрих-код, в общем, я не знаю, зачем он. Ладно, коробку вложим в сторону. Итак, вот айфон, но к нему мы вернем чуть-чуть позже, а сейчас начнем распаковывать нашу коробку и смотреть все, что есть внутри. Эта штука сделана из какого-то железа, в общем, она очень мега твердая, холодная, в общем, да, это, наверное, железо. Итак, здесь есть такой, как карманчик, в общем, если открыть его, то мы найдем фирменную скрепку Apple, которая называется iSкрепка, ну, я не знаю, многие говорят iSкрепка, не знаю. Здесь вот инструкция, как пользоваться этой скрепкой, и вот она сама. Она нужна для того, чтобы вытащить вашу сим-карту, и все. Итак, вот маленькая инструкция на английском языке. Ну, здесь пользование айфоном, iOS 6. Кстати, когда я покупал, у меня стояла не шестерка, а 7.0.6. Не знаю почему, но, видимо, нормально. Итак, как-то вот так. Здесь есть какая-то гарантия от Apple. Вот. И два фирменных логотипа яблок. У меня их теперь 5 штук. Вот. Не знаю, куда клеить, но пока что они у меня лежат на лучшие времена. Итак, здесь вилка. Кстати, если сравнивать с вилкой от моего планшета, то это наша вилка, а у меня английская версия. Вот эти, знаете, штуки. Вообще, у меня переходник, который очень тупо заряжает. Ну, пользуюсь. Lightning USB и фирменные наушники Apple AirPods. У меня они есть. Как видите, они закрытые. В общем, их я не буду распаковывать, так как зачем у меня есть две пары наушников, они не к чему. Ну и всё. Эта штука, она не вытаскивается. Вот. Это всё, что у нас было в коробке. И теперь мы возвращаемся к нашему телефону. Я его предварительно включил. Давайте найдём фокус. И я вам покажу его со всех сторон. Здесь мы видим маленькое отверстие для сим-карты. Внизу Lightning динамики. А на задней стороне мы видим фирменный логотип Apple. Также надпись iPhone. По сторонам видим качельку громкости. Ну вот, включаем. Разблокируем. И вот. Кстати, сейчас он у меня в плёнках, поэтому кнопка Home у меня слегка заедает. Я ещё им не пользовался, даже сим-карту не вставлял. Кстати, сим-картой произошла такая маленькая проблемка. Я пошёл в центр, мне её обрезали, а у меня оказался старый вид карт. И в общем, они обрезали её так, что она уже не работала. Пришлось идти в салон МТС, и мне её бесплатно восстановили. Кстати, пришлось ждать всего один час, когда она пойдёт в силу. И вот мне дали нано-сим-карту, как раз, для iPhone 5. Итак, давайте её откроем и... Суню в наш телефон. Да, открывается она не особо-таки легко. Вот. Извиняюсь, у меня просто первый раз iPhone, поэтому я не знаю, как сюда впихнуть. Ну, вот. Всё, он готово. Теперь осталось её засунуть в сам телефон. Итак, теперь пока наш телефон ищет... О, нашёл, так быстро. Итак, разблокируем. Раньше у меня был другой пароль, но так как восстановили сим-карту, пароль слетел, и теперь 4.0. Кстати, надо как-то будет изменить его, я ещё не знаю как, но изменили. Итак, ждём поиск. Давайте пока что пройдём по интерфейсу с самой iOS 7.0.6. Вот, в принципе, что у нас тут имеется. Давайте войдём в App Store. Почему? А, я же не включил Wi-Fi. Ладно, идём в настройки, включать Wi-Fi. Так, где моя сеть? Так, находимая сеть. Что-то долго ищет. О, нашёл. Так, вводим пароль. Ну, давайте, чтобы не спойлерить мою сеть, я чуть перемотаю. Так, вы не видели куда. Итак, вот пришла смс-ка, вам произведена замена сим-карты. Всё, Wi-Fi я подключился, и теперь давайте с чистой совестью войдём, наконец, в App Store. App Store, как мы видим, не прогрузился. О! Ну вот, всё, грузится довольно быстро, плавные переходы. Давайте в Safari найдём мой канал, и я вам покажу его. Так, вводим из Астудия. Хм, быстро находит, причём мне очень нравится. Вот мой канал. Так, вводим из Астудии. Ну, конечно, горизонтальный режим более лучший. Все вортикально больше всего влезает. Ну, или это просто с моим зрением, так. В общем, звонки. Но у меня ещё нету контактов, поэтому тут всё пусто. Это всё мне только доведётся вводить погода. Так, запрашиваем, где уходи отсюда. Ну, как мы видим, 33 градуса. Настройки. Ну, в настройках тут не особо такие большие изменения. Вот в iOS 8, да, есть изменения. А в 7-мёртвке не особо. Я даже не знаю, куда... Что вам показать. Ну, давайте звуки. Пошёл в новую. Обновление. Блот. Блот не предлагает более новую версию операционной системы, но я не буду обновлять. Сейчас останусь на 7.06, а потом перейду на 8-мёртвку. Ну что ж, это было первое впечатление от айфона. Я его при вас не спортовал. Ну что ж, пришло время поговорить о аксессуарах на 5-й айфон. Сегодня мы с вами поговорим о чехле на айфон 5. Я его купил за пару дней до самой покупки телефона. Как вы видите, он сделан из винила, полностью прозрачный, и гнёсся во все стороны, потому что он виниловый, и сгинается как ты захочешь. То есть, он не будет причинать никаких неудобств или царапаний для телефона. Он защищён со всех сторон, то есть, ни одна клавиша не будет поцарапанная. Даже сзади этого чехла есть специальные затычки для отверстия для наушников и для лайтнинг-провода. Что касательно второго, я отрезал эту затычку, потому что она мне мешала, и я не люблю вообще вот этих штук, которые закрывают мне отверстия. В общем, здесь есть прорезы для камеры и для кнопки включения-выключения громкости. А так, всё остальное защищено. Чтобы вставить наш телефон в этот чехол, понадобится довольно-таки много усилий, но ещё больше, чтобы его из него извлечь, потому что чехол сделанный ровно под 5-й и 5-с айфонов. То есть, он не то чтобы официальный, но сделанный он качественно, он очень хорошо сидит на телефоне, никаких неудобств не причиняет. Как вы видите, костелька громкости выпуклая, то есть, он сделан с прорезами абсолютно для всего. Мне это очень нравится. Сейчас я введу пароль, подождите. И вот, как вы видите, никаких проблем с переключением громкости на телефоне этот чехол не вызывает. Сверху мы видим тоже прорез для включения-выключения телефона. То есть, всё происходит быстро, и мне это очень нравится. Снизу мы видим два прореза для динамиков и затычку для наушников. Такая же, ровно такая же была для лайтнинг-провода, но я её, как я сказал раньше, отрезал. С правой стороны мы видим специальную штуковину, чтобы продеть сюда нитку и носить айфон на верёвке. Не знаю, кому это надо, лично мне не надо, поэтому я не буду пользоваться этой функцией. Снизу мы видим, есть чуть-чуть воздух, который... Ну, это чехол, понятно, что нельзя его так закрыть, чтобы воздух никак не попадал. Я пытался от него избавиться, но я не смог. И так, как только я куплю новые чехлы для пятого айфона, я обязательно сниму про это видео. Ну что ж, а на десерт этого видео я оставил вам, пожалуй, самое интересное. Сейчас мы будем с вами проверять производительности айфон 5 и айпад 4. Прежде чем начать проверку, я хочу вам доказать, что они работают на одной и той же операционной системе, а именно на iOS 7. Также покажу модели и серийный номер данных устройств, чтобы всё было честно и чтобы вы мне поверили. Ну, как-то так. Сейчас я установил одно и то же приложение на два гаджета, а именно антуту бенчмарк. Именно в нём мы будем проверять производительность на том и том девайсе. Итак, по предварительным моим тестам, айпад 4 показывает чуть лучший результат, чем айфон 5. Ну и всё-таки я их проверял давно, то есть несколько месяцев назад, и возможно что-то-то изменилось. Итак, я одновременно запускаю тест на двух девайсах. Итак, как мы видим, что айпад 4 пока что справляется чуть-чуть быстрее, чем айфон 5. Но это не так важно, так как здесь проверяется не скорость, а графические данные данных устройств, также их производительность и нагрузка на чипы, а именно на чип Apple A5. Именно он установлен на том и том гаджете. Итак, ждём, когда он проверит производительность на этих устройствах, и мы наконец сможем увидеть, кто находится на каком месте, а также их оценки, которые выдаст нам сам тест. Итак, ждём. И так мы можем видеть, что айпад 4 заканчивает работу чуть быстрее айфона 5 и показывает 19 766, в то время как айфон 5 показывает 20 611. И так победителем становится айфон 5. Он сильнее и быстрее, чем айпад 4. Я рассказал вам о всех плюсах и минусах этого телефона, а впереди вас ждёт новое видео. Установка операционной системы от Apple iOS 8 на айфон 5 и айпад 4 поколения. Это видео выйдет в конце этой недели, так что эту неделю на канале Instant Studio можно смело назвать «Неделей Apple». Спасибо, что вы смотрели это видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео по понедельникам и влогов по пятницам, а также новое видео о операционной системе iOS 8. Пока. Продолжение следует...